Почему не вернулись потомки абхазских мухаджиров в Абхазию массово? Предпосылки этнической политики Абхазии и попытка абхазизации грузинского населения Отрывки из передачи телеканала Эйр Цулов Неба Тимурас Гванцеладзе, доктор филологических наук, профессор, отвечает на вопросы журналиста Георгия Мирибашвили Батона Тимурас, вы довеча сказали и в принципе, это ни для кого не новость Какую политику проводит Россия в Абхазии и как стараются они стереть всякий грузинский след? Я хочу спросить вас об отношении к грузинам Я не знаю, если я ошибаюсь, поправьте меня В последнее время существует такая тенденция и попытка, что гальским грузинам предлагают, чуть мягче сказано, в частых случаях даже принуждают, заставляют переделывать грузинские фамилии на абхазский лад Что вы скажете об этом? Есть такая тенденция? Да, можно сказать, что это не тенденция А уже политика Это этническая политика У которой есть свои причины и цели Мы должны начать разговор на эту тему с одного главного вопроса Абхазы думали, конечно, это не касается всех, но давайте не будем обманывать себя Большинство из них размышляло так, что Россия даст им реальную независимость Но оказалось, что это не так Параллельно они надеялись на то, что, если Абхазия станет независимой, тогда кто-то должен будет занять место изгнанного грузинского населения Поскольку неосвоенная осталась бы очень большая территория, что им было бы не очень-то выгодно Тем более, что численное их количество не очень велико Поэтому они надеялись на то, что из Турции и Сирии, также из других восточных стран, расположенных на территории бывшей Османской империи Они вернут потомков своих соплеменников, то есть мухаджиров, изгнанных Россией в 19 веке Но этого не произошло Массовое прибытие мухаджиров в Абхазию осталось неосущественным Кстати, на это есть свои причины От многих мухаджиров, я лично знаю, почему они не переезжают, не перебираются в сегодняшнюю Абхазию У них такая логика У нас, скажем, в Турции или Сирии или где-то уже устроена наша жизнь Мы живем здесь уже несколько поколений Здесь у нас есть могилы наших предков У нас на этой территории есть бизнес Здесь у нас есть наше хозяйство Здесь есть наша родня и так далее Вот, все это мы должны оставить и уехать туда, где пока не выяснено, что происходит Это прагматические рассуждения К этому добавляется еще один фактор, который они подчеркивают Потомки мухаджиров говорят Если мы уйдем отсюда, куда мы должны пойти? Наши предки были изгнаны русскими Они и ныне господствуют там, в Абхазии И нам снова к русским вернуться, что ли? Нам стать их рабами? Естественно, у них возникают такие логичные вопросы Поэтому после войны, в протяжении последних 20-23 лет В Абхазии очень мало абхазов вернулось из других, восточных стран Что оказалось недостаточно для изменения демографической ситуации в пользу абхазского народа Сегодня в Абхазии, практически, как видно из всех данных, большинство армяне Самыми многочисленными на сегодня кажутся армяне Второе и третье место делят абхазы и грузины Которые представлены примерно в равном количестве Естественно, сепаратистам не способствует то, что абхазы и грузины были на одном уровне по численности И даже многочисленность армян им не очень приемлема Но они ничего не могут сделать с армянами Поскольку у них есть, скажем в кавычках, благодарность к батальону Баграмяна Который устроил страшное происшествие грузинам во время войны Поэтому они и не хотят воевать с ними А Россия совсем не заинтересована, чтобы Абхазия стала действительно Абхазской республикой Поэтому единственное, что остается Они должны придумать такой способ, что позволит им увеличить численность абхазов Этот поиск привел их к тому выводу, что создали так называемую научную теорию Кстати, в этом очень активен Тимур Ачукба Абхаз, выросший в Батуми Он историк по образованию Пока он жил в Батуми, казался нормальным человеком А сейчас что случилось с ним, я не знаю А второй также грузин, Арвелот Купрова Который объявляет себя Абхазом Однако члены его семьи практически признают себя грузинами Эти два человека пишут такие вещи, которые не имеют никакой исторической основы Они заявляют, что будто изначально на территории Абхазии проживали только абхазы И потом пришли грузины Будто это происходит примерно в позднем средневековье Однако это наоборот В исторических источниках не видно, что изначально проживали абхазы А грузины пришли потом Как раз обратный процесс правдива Реально отражен во очень многих источниках И даже в материалах, выявленных Гордеевым Затем они заявляют, что грузинские священники Были ведущими в церквях Расположенных на территории Абхазии И они насильственно меняли фамилии абхазского населения Получается, они начали это на территории сегодняшнего Гальского района Наиболее активно атаковали там В чем? Оказывается, выражалась такая активность священников Будто при крещении, в метрических книгах о крещении Священники записывали крещеному ребенку грузинские фамилии взамен настоящей абхазской фамилии У них нет никаких доказательств на это Нет такого прямого сведения о том, что грузинские священники совершали такую мерзость Это их выдумка, придумана этими двумя людьми Вот, теперь на это опирается их политика Они говорят гальским и о чемчерским грузинам Ваши предки были абхазами Поэтому вы должны вернуться к своей национальности Вы должны стать нашими Для этого вы должны изучить абхазский язык Сменить национальность И стать неотъемлемой частью абхазского народа И мы вместе должны строить единое, абхазское, независимое государство Сейчас идет этот процесс Пока результата нет Но чем больше времени пройдет, временщики всегда найдутся И это, несомненно, будет иметь какие-то последствия Поэтому, например, я бы попросил нашей власти обратить особое внимание на этот вопрос на тех встречах Которые систематически проводятся в Женеве А также в других местах Когда вместе с представителями абхазской стороны происходит обсуждение проблем Существующих в Абхазии На их месте я бы вставлял этот вопрос на каждой встрече И не отставал бы до тех пор Пока они не перестанут предпринимать эти демагогические и политические шаги Против этнического понимания тамошних грузин Субтитры создавал Dima Икавури картоэлэрис, икавури картоэлэрис, икавури шэгэнэрис зина.